атомохода Екатеринбург и пять недель провели подо льдами Арктики. Главной целью этого похода был пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева». Накануне крейсер вернулся в порт Мурманска. Уникальные кадры, снятые на борту подлодки, в репортаже Дмитрия Петрова. Последний взгляд на родной берег. Снова мы увидим его только через 35 дней, если всё будет хорошо. Погружаемся и уже в подводном положении берём курс на Северный полюс. Идём медленно, со скоростью около пяти узлов. Это примерно 9 километров в час. Не создавая лишнего шума. Главное скрытность. Ведь ракетный подводный крейсер стратегического назначения для того и создан. Он постоянно готов нанести сокрушительный ответный удар по противнику, если тот нападёт первым. А до того момента никто не должен нас видеть и слышать. Подлёдное плавание для подводника — это высший пилотаж. В этом походе его исполняют лучшие арктические капитаны. Командир корабля Сергей Рачук, начальник штаба дивизии Александр Мнисеев и старший похода контр-адмирал Андрей Воложинский. Если в любой нештатной ситуации на чистой воде корабль имеет возможность всплыть, осмотреться и спокойно в обстановке, когда без лишних отрицательных факторов можно побороться за живучесть, восстановить готовность корабля и хотя бы пообщаться с береговым командным пунктом, доложив обстановку, получив какие-то рекомендации, то при подлёдном плавании эта возможность ограничена. На мониторе ледовых разведчиков хорошо видны тёмные пятна. Здесь слой льда максимальный, местами до 20 метров. Но на стрельбу мы должны всплыть в полынье. Ищем её почти двое суток, ещё два часа пытаемся попасть в разлом. Всплытие во льдах — очень сложный и ответственный манёвр. Всё нужно делать медленно. Лодка с глубины всплывает без хода, с большими дифферентами на корму. Ледяной бездны, а ведь уже после 700 метров падения лодку ничто не спасёт. И вот, наконец, рубка касается льда. Здесь он тонкий, до двух метров. Пятый номер продувания. Подожди, 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 не горячись. Нос освобождается. Нос освободится. Нос освободится. Нос освободится. Отсюда и будем стрелять. 9 сентября мы с оператором Александром Малышевым переправляемся на льдину. Нас сопровождают доктор и заместитель командира. Берём с собой трёхдневный запас питания и тёплые вещи на случай, если льдина оторвётся. И обязательно автомат. Не забываем о белых медведях. Останавливаемся в километре. Ближе опасно. Выхлоп ракеты смертельный ядовит. Пошла крышка шахты. 5 секунд до старта. Радуемся как дети, чувствуя и свою причастность к этой удаче. Но пора возвращаться. Возле корабля уже...